В прошлом видео мы работали с разметкой, значит, вот этого. А в этом давайте поработаем с файлом Java, LoginActivityJava. Итак, первое, что нам надо, это взять айдишки всех этих элементов. То есть первый это TextInputEmail. Копируем, переходим в LoginActivityJava и добавляем сюда Private. TextInputEmail и это у нас TextInputLayout. TextInputLayout. Так, можно это скопировать еще три раза. И теперь копируем только айдишки всех остальных элементов. TextInputName. Есть следующее, Password, TextInputPassword и последнее, ConfirmPassword, подтверждение пароля. Копируем, вставляем. Теперь связываем эти все элементы. Давайте, давайте, да вот, пускай здесь или нет, все-таки, давайте ниже. Вот это вот кода, который связан со звуком. Первый TextInput в e-mail равно FindViewById, RID, TextInput в e-mail копируем еще три раза. И вставляем теперь Name, InputPassword и последний ConfirmPassword, подтверждение пароля. Так, и готово. Возвращаемся в разметку. Теперь у нас есть кнопка SignUp. Так, а у нас нет ID. Давайте добавим ID. И ID давайте скопируем отсюда, из TextView, который находится ниже. Ставим, только тут у нас toggle, то есть переключатель. Убираем, оставляем логин, SignUp и тогда это не TextView у нас, а Button. Вот так. Так, копируем. Переходим сюда. Опять же, это у нас будет Private. Это у нас AppCompatButton. Вот так вот. И последнее у нас Private.TextView. Вот это. TaggleLoginSignUpTextView. Длинное название, но зато понятно. И то же самое проделываем еще раз. Так, раз. Так, это у нас есть. Готово. Так, теперь нам надо установить действия при кликах на вот эти вот два элемента. То есть добавляем метод OnClick. И сюда добавляем метод OnClick. Так, и давайте дадим им название. Дадим название. Это будет Login SignUpUser. То есть это мы либо залогинимся, да, либо создадим нового юзера. Давайте создадим этот метод. Есть. И TabToLogin. Тоже надо придумать название этого метода. Это будет Toggle а просто ToggleLoginSignUp. То есть переключиться между регистрацией и логином. Так. Create. И есть, да. Готовы у нас два этих метода. И теперь давайте запустим, посмотрим, что у нас получилось. А то давно мы не запускали. Эмулятор. Так. Где-то у нас ошибка. Так. Давайте еще раз проверим. А вот у меня какая-то лишняя цифра случайно получилась. Давайте перезапустим. Вот именно поэтому советую чаще и всем запускать эмулятор, потому что где-то случайную циферку поставили, букву, точку, запятую и в итоге у нас ничего не работает. Так. Переходим в новое активити. Вводим какой-то email, какое-то имя, вводим пароль, видим, да, он не виден, но становится видным, если мы жмем на глазик. Так. Опять же обратите внимание количество символов подсчитывается. И если мы вводим 30, все, следующее жмем, уже ничего не вводится. Ну и написали мы методы эти, но при их выполнении ничего не происходит, потому что сами методы мы не записали. Ну, пока все работает, эмулятор можно закрыть. Возвращаемся в логин activity java. И тут давайте напишем еще один метод, это будет private boolean validate email. То есть в этом методе мы будем проверять корректно ли введен наш email. Итак, первое, что мы сделаем, это тут добавим стринговую переменную string email input. То есть мы тут и будем проверять, вернее, тут будем брать текст, который ввел пользователь. Для этого скопируем вот этот текст input email. У нас тут будут следующие методы get edit text. То есть мы тут получим текст, который ввел пользователь get text. Приведем его к стрингам. И еще используем метод trim. Trim это метод, который обрезает пробелы в начале и в конце то есть если пользователь случайно ввел какие-то пробелы впереди или в конце вот этот метод их обрежет. Ну а по вот этим тут все понятно я думаю. Первую проверку которую мы сделаем это проверку на пустоту. То есть если пользователь ничего не ввел то у нас должно высветиться сообщение об ошибке. то есть и в email input вот этот из empty то что-то должно произойти и else в противном случае тоже что-то должно произойти. тут у нас будет если empty return false а вот тут это у нас будет return true и вот здесь мы собственно запишем ошибку. опять пишем берем вот это название переменной text input email . set error есть такой метод и в скобочках именно записываем текст ошибки. То есть если у нас проверится произойдет проверка на пустоту и она покажет что пользователь ничего не ввел тогда и должно высветиться сообщение об ошибке. please enter your email email так вроде все правильно давайте запустим и проверим стоп мы это никак не проверим потому что этот метод у нас никак не запускается давайте вот тут добавим сетон кликлистнер для кнопки sign up button set on кликлистнер new on кликлистнер и тут мы вызовем этот метод validate e-mail e-mail так вроде бы сейчас все правильно запускаем проверяем переходим нашу активити и ничего не вводим жмем регистрация и видим да у нас появилось сообщение об ошибке давайте введем какой-то e-mail жмем sign up еще раз и ошибка не отменяется потому что мы для этого не прописали код возвращаемся в java файл и давайте вот эту строчку скопируем ставим ниже и удалим вот этот вот текст то есть else у нас срабатывает когда пользователь ввел e-mail и set error мы отправляем пустую строку то есть можно было ничего не писать но если у нас уже сообщение написано то его надо как-то сбросить давайте запустим и проверим как это работает переходим в активити сразу ничего не вводим потом вводим любые данные и жмем sign up и видим ошибка пропадает тут можно еще дописать дополнительные проверки например в e-mail должен обязательно значок собачки быть это мы сделаем в следующем видео ну или подумайте самостоятельно как это можно сделать а на этом видео заканчивать будем в следующем видео сделаем аналогичные проверки для всех остальных полей всем спасибо за просмотр всем пока